Добро пожаловать на канал Рецепты из Тетради. Сегодня я предлагаю приготовить восточную сладость, которая в Армении известна под названием гата, а в Азербайджане ее называют кята. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Сначала замесим тесто. Для этого нам понадобится 350-450 граммов муки, которую я предварительно просеяла. В муку добавляем щепотку соли, и 125 граммов холодного сливочного масла. Теперь руками или с помощью миксера перетираем масло с мукой до тех пор, пока не образуется жирная крошка. Если сжать крошку в кулаке, то она легко собирается в плотный комок, а если нажать на этот комок пальцем, то он с легкостью обратно рассыпается в крошку. Делаем в получившейся крошке углубление, в которое затем вливаем 250 граммов сметаны. Также нам понадобится 2 яйца, которые, в принципе, можно сразу добавить в общую миску. В таком случае потом вам понадобится дополнительный желток для смазывания заготовок гаты. Чтобы потом не думать о том, куда использовать оставшийся белок, я предпочитаю сначала смешать яйца в отдельной миске, чтобы в тесто добавить примерно 1,5 яйца. Оставшуюся половину яйца я буду использовать для смазывания. Вливаем большую часть яичной массы в общую миску с крошкой и сметаной, а затем добавляем сюда же половину чайной ложки обычной соды. И замешиваем тесто. Оно должно получиться гладким и очень мягким, может даже показаться немного жидковатым, но при этом практически не липнущим к рукам. При необходимости муки можно немного добавить, но только самую малость, чтобы не забить его. По консистенции тесто у вас должно получиться примерно вот таким. Возвращаем тесто в миску, затягиваем ее пленкой или накрываем крышкой и оставляем на столе на 15-20 минут, чтобы тесто отдохнуло. В это время подготовим начинку, которая называется харис. Для этого нам понадобится от 100 до 300 граммов сахара. С минимальным количеством сахара гата получается умеренно сладкой. Для аромата добавляем пакетик, это примерно 10 граммов ванильного сахара и, по желанию, цедру одного лимона. Слегка перемешиваем сахар с ароматизаторами и добавляем сюда же 100 граммов размягченного сливочного масла, которое затем перетираем сахаром. Я использовала минимальное количество сахара, поэтому у меня получилась практически однородная масса. Если вы будете использовать большее количество сахара, то у вас может получиться жирная сахарная крошка. Теперь нам понадобится плюс-минус 300-400 граммов муки, которую небольшими порциями добавляем в сахарно-масляную смесь и не спеша перетираем все вместе, продолжая постепенно досыпать муку, до тех пор, пока в миске не образуется вот такая вот рассыпчатая крошка. В принципе, у нас уже получилась готовая к дальнейшей работе базовая начинка. Но мне нравится добавлять в нее около 100 граммов любых орехов. Сегодня у меня это микс из фундука, миндаля и арахиса. Орехи измельчаем любым удобным для вас способом в мелкую крошку и всыпаем ее в хариз, а затем перемешиваем до однородности. Отставляем начинку пока в сторону и припыляем мукой рабочую поверхность. Берем наше отдохнувшее тесто и делим его на две примерно одинаковые части. Одну часть пока оставляем в миске под пленкой, а вторую часть переносим на рабочую поверхность, а затем раскатываем ее в пласт желательно прямоугольной формы толщиной около 2-3 мм. Теперь берем начинку и примерно половину ее высыпаем на пласт теста, а затем стараемся распределить ее по всей поверхности более или менее равномерным слоем. Затем с одной из более длинных сторон закручиваем тесто в рулет с начинкой внутри. Скалкой проходимся по всему рулету сверху, чтобы уплотнить его и сделать более плоским. Остатками яйца или отдельным желтком смазываем рулет сверху. И по желанию, с помощью вилки или кулинарного шпателя, формируем на поверхности рулета произвольный рисунок. Тем же шпателем или специальным фигурным ножом для нарезки сыра отрезаем от рулета небольшие кусочки шириной около 2-3 см и переносим их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Заготовки гаты рекомендую укладывать не плотно, поскольку в процессе выпечки они немного увеличатся в размерах. Противень с заготовками гаты отправляем в духовку, разогретую до 180-200 градусов, где наша восточная сладость будет выпекаться на протяжении 20-30 минут или до золотистого цвета. Готовую гату достаем из духовки и оставляем на столе до полного остывания. И по такому же принципу готовим гату из второй половины теста и начинки. Как я уже говорила, при использовании минимального количества сахара в начинке гата получается умеренно сладкой. Поэтому, если вы любитель сладкого, рекомендую использовать максимальное количество сахара. А еще советую делать сразу двойную порцию, поскольку гата получается невероятно вкусной, нежной и ароматной. Идеальный вариант для семейного чаепития или кофе-брейка в кругу сослуживцев. Тем более, что хранится гата достаточно долго, и вы на длительное время будете обеспечены вкусняшками к чаю. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!